Предложение о переименовании улицы в честь Дмитрия Владимировича Герасимова обсуждалось с кустанайцами долгое время. И вот сегодня состоялись общественные слушания, на которых было решено дать имя Дмитрия Герасимова безымянной улице в микрорайоне Аэропорт. К слову, поучаствовать в голосовании было так много желающих, что места в зале городского Акимата всем не хватило. Территория этого микрорайона занимает 32 гектара. Запроектировано вообще всего 41 жилой дом, 2 детских садика, школа, спортивно-развлекательный комплекс, школа бокса. Кроме того, мы все знаем, что в этом микрорайоне имеется у нас водоем, который будет также обустраиваться, будет зона отдыха. Хотя и были мнения переименовать улицу Быковского, где расположена больница, но семья Дмитрия Владимировича выразила желание не забирать имен героев у улиц города, а назвать новую. К тому же назвать улицу они просили именно улицей доктора Герасимова. Жители же единогласно поддержали эту идею и рассказали о том, почему для них это важно. Я стою здесь и хожу, потому что благодаря этому врачу, извините, что я был. Я не могла ходить. Он меня поставил на ноги. Хотя он детский врач. Помимо улицы, кустанайцы вышли с предложением, чтобы дать имя Герасимова больнице, в которой он проработал много лет. Он там трудился, он там добро делал, он спасал жизни. Поэтому было бы правильнее именно больницы областной дать его имя. И это будет дань уважения. И навсегда останется, как вот действительно с Клифосовским и прочим там. И это будет правильно. Не на эмоциях, не на чувствах. Мы должны вот спасать ребенка. Да. А вот это будет как раз. Улица сегодня есть, а завтра нет. Обязательно больница. Все знают, действительно, клинику Язарова. Все знают. И мы все в городе говорили, куда идем? Герасимову. Присвоение больницы имени Дмитрия Герасимова, где он трудился долгие годы, к слову, это было единственное место его работы, займет время. И, как рассказали в Маслехате, необходимо, чтобы коллектив медучреждения составил общее письмо. А дальше такая же процедура, как с переименованием улицы. Проводиться это будет поэтапно. Сначала улица и мемориальные доски на фасаде больницы и, возможно, дома, в котором жил доктор. А затем и больница. Я думаю, этот план есть. Давайте будем двигаться. Конечно, мы как депутаты парламента Республики Казахстана приложим все усилия. Более того, мы, может, там работаем активно. Тем более, по мемориальной доске сейчас внесено изменения в законодательстве, где не надо 5 лет ждать. Это полномочия об основу Маслехата. Здесь вообще нет вопросов. Сейчас вопрос о переименовании улицы решен на местном уровне. Теперь все документы направляются на подтверждение в Республиканскую аномастическую комиссию. Переименование улицы в микрорайоне аэропорт займет не менее двух месяцев, заявили в Маслехате. Диара Хмеченко, Мила Салкомбаева, РТН.